Грузинский домик – душевное место, где гостеприимно встретят и накормятся вкусом. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. Эта сфера объединяет людей разных творческих профессий, деятелей искусства и хранителей культурного наследия. И кто-то будет гореть над землею звездой навсегда, отдавая свет. На всех праздниках, как правило, они в центре внимания, на сцене, в хороводе, на массовых площадках. Для нас праздники, для них рабочие будни. Потому что их профессия – создавать настроение, сохранять культурное наследие и раскрывать наши таланты, и образовывать. Культуры функции очень большие, очень огромные, и мы преклоняемся перед вами. Что может быть прекрасней – учить ребенка живописи или музыки. Это же прекрасно, это что-то такое, даже словом объяснить тяжело. Поэтому вам спасибо большое, огромное за ваш труд, за ваши отношения. В творческой мастерской округа трудятся почти четыре сотни человек. Библиотекари, краеведы, музейщики, работники клубов, педагоги школ искусств, музыканты и актеры. За кулисами их профессии – поиск идей, разработка сценариев, ежедневные репетиции и концерты. Только на местных площадках за год проходит более 12 тысяч культурных мероприятий. В культуре работают творческие, энергичные, активные люди, которые готовы дарить людям праздник. И несмотря ни на какие жизненные ситуации, всегда улыбаются и рады людям, зрителям. Прежде всего это люди, которые любят свою работу, бегут на работу как на праздник. И кроме того, у них не бывает у самих праздников, потому что в празднике они все время работают и дарят свое тепло, знание, душевное богатство своим зрителям, слушателям, посетителям. Накануне профессионального праздника лучших специалистов культурной сферы отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Но настоящим подарком стал спектакль «Александр Третий» по пьесе «Казнить нельзя помиловать». В главных ролях народные артисты Лариса Лужина и Александр Шейнин. Александр Стремитель шел впереди и вдруг он оглянулся. Я увидел взгляд, беспощадный взгляд нового императора. Ему было 36, мне 34. И я стала императрицей России. Хотелось бы, чтобы эти люди, которые очень много делают для создания настроения наших жителей и гостей нашего округа, оказались по ту сторону, так сказать, экрана, по ту сторону зрительного зала. Отдохнули и получили удовольствие. Немного отдохнут и снова в бой, а точнее на праздники, творческие вечера, фестивали. Кстати, ближайший народно-художественных промыслов стартует уже на этой неделе, пятницу.